Вы говорите, что армянский народ против Путина, против криминального режима, как его там зовут? Пашиняна? Но я хочу сказать, что если бы народы Кавказа вели себя как украинский народ, и во время Майдана, и во время войны, вы посмотрите, они же иногда даже дерутся голыми руками, идут против танков. Без оружия? Без оружия, да. Я когда росла, я почему-то думала, что кавказские мужчины настоящие мужчины. Но я хочу сказать, что если бы у кавказских мужчин были такие, простите, яйца, как у украинских мужчин, у вас бы не было всего этого. Вы бы уже смели всю нечисть со своей земли. Так вот, встаньте и будьте мужчинами, мужчинами будьте. И армяне, и грузины, и все народы Кавказа, и даже те самые чеченцы, и дагестанцы. Вас же нагинают, вас же притесняют. Берите пример с украинцем, посмотрите. Украинцы, хлеборобы. Вот, вот, вот мужики. Вот мужчины, настоящие мужчины. Но не только... Равняйтесь. Не будьте трусами. Про это, но еще объединяйтесь. Самая главная наша сила, это объединение. Мы все вместе, мы все заодно. Каждый пытается сделать все, что он может. Объединяйтесь друг к другу. Начните к друг другу хорошо относиться. И тогда вы сможете свергнуть этот режим, свергнуть все. Делайте что-то, пожалуйста. Вставайте. Знаете, сначала страшно. Сначала страшно. Но потом страх уходит. Он уходит. И потом уже... И потом уже... И потом уже... Угоярить просто. И потом уже вашим врагам будет страшно. Страх уйдет быстро. Сначала будет страшно, потом будет злость, а потом уже будет то, что мы называем людь. И вот тогда вашим врагам будет страшно. Вы их просто сметете. Не позволяйте своему правительству идти на криминальные поступки. И против вас самих, и против украинского народа. Не позволяйте. Сейчас это в ваших руках. И сейчас именно время. Пока Путин ломает зубы об Украину, у вас есть уникальный шанс в истории. Уникальный шанс. Будьте мужиками. Не просто те, кто носят штаны и танцуют резьбинку. А будьте мужиками. Встаньте и добейтесь свободы для своей страны, и для своего гордого, древнего армянского народа. Так же, как все кавказские народы. Я уверена, что еще остались мужчины. И практически все. Просто объединитесь и сделайте это. Они не будут этого ожидать.